166 короткометражек, 14 постановочных фильмов и 5 мультсериалов для телевидения. Я уже не говорю, сколько режиссеров и продюсеров поработало над Томом и Джерри. Чё как, с вами Камрад Эль Павуччо, и вновь я обратился вот к этой вот знаменитой анимационной парочке. Ведь история создания этого анимационного цикла весьма интересная. Чем запомнились нам эти герои? Месконечным соперничеством, гэгами, шутками на грани дозволенного для своих лет, оркестровой музыкой, хорошими сюжетами и рисовкой. Но забегая вперёд, скажу, что Том и Джерри не единственная продукция анимационного подразделения MGM. Были и другие работы от не менее талантливых и значимых людей в анимации. Возможно, я о них также расскажу в будущем, а пока предлагаю вам окунуться в историю создания Тома и Джерри. Точнее, самых первых золотых серий. А начнём мы с биографии его создателей и дебюта, давшей старт этому проекту. 1937 год. Лос-Анджелес, штат Калифорния. В команду мультипликаторов Рудольфа Айзенга на студию MGM приходит Джозеф Барберетт и знакомится со своими новыми коллегами по цеху, среди которых был Уильям Ханна. И им поручает задание — сделать короткометражку, которая будет конкурировать с продукцией Диснея и Warner Bros. Уильям Денби Билл Ханна не имел художественного образования и по профессии был инженером-конструктором. Свою деятельность в анимации он начинал на студии Хармона Айзенга простым ассистентом. Смешивал краски, вымачивал целлулойд и приносил кофе. Вначале я мыл пленку и занимался всякими мелочами. Я целыми вечерами торчал на работе с Рудольфом Айзенгом, который никогда не приходил раньше обеда. А потом он обычно работал до 10-11 часов вечера. Так что я оставался вместе с ним и писал сюжеты для ранних серий «Луни Тюнс» и «Веселых мелодий». Постепенно я начал заниматься тем же, чем занимался Руди — режиссурой и съемкой. Позже он стал режиссером и сценаристом нескольких короткометражек, даже когда вся команда студии переехала потихоньку в МДЖМ. Одной из его первых режиссерских работ стала экранизация комикса «Капитан и мальчишки». К сожалению, успеха эти серии не сыскали и медленно тянули студию на дно. А в случае Джосефа Джо Барберы история чуть поинтереснее. Несмотря на то, что тот готовился к работе в банковской сфере, Джо увлекся комиксами. После школы стал посещать занятия в Нью-Йоркской лиге студентов-художников и Институт Прата, потом поработал на студии флейшеров у Ванна Бюрена и Пола Терри, и в 1937 году МДЖМ, желая иметь творческих и талантливых людей, предложила ему и его другу Джеку Зандеру работу с большим окладом. Я перешел из Нью-Йоркской студии Ван Бюрена, которая начинал и которая закрылась из-за Диснея. Студию Терри Тунс в Нью-Рошелл и работал там. И тут студия Метро Голденмайер предлагает мне работать в Калифорнии. Со студии уволилось семь человек. И я тоже собирался уйти, но никому не говорил об этом. И вот я получаю чек, а там стоит сумма в 65 долларов. И тут я думаю, 65 против 87, соглашаться или нет? Тут ко мне протягивается рука и отбирает чек. Я смотрю перед собой, чека нет. Я сижу, и тут чек возвращается. А теперь следите за логикой. Он пытается меня удержать, но сокращает прибавку с 10 долларов до 5. Вместо 65 я получаю 60. Плодом их творчества стала короткометражка, ставшая своеобразным пилотом этого цикла. Кот, получая пинка, вышедшая 10 февраля 1940 года, является самой длинной серией по хронометражу. В озвучке приняли участие Лиллиан Рэндольф и Кларенс Нэш, а герои носили совсем другие имена. Мышонка звали Джинксом, а кота — Джаспером. В момент выхода этой анимации дизайн главных героев был более округлым, как у мультфильмов Диснея, в 30-х годах. Так как над ней трудилась команда Рудольфа Айзенга, кота изобразили как простое домашнее животное, с наличием детализации и характерным кошачьим поведением. И никакого тебе антропоморфизма, дорогой зритель. Пока что. Сюжет прост, как божий день. Вот кот развлекается с пойманным мышонком. Его хозяйка, мамочка-два-тапочка, предупреждает, что если он что-нибудь разобьет в доме, его выгонят на улицу. Разумеется, следует споворот за сюжетой, сдвигающей равновесие силы то в одну сторону, то в другую. Мышонку удается проучить задиру. Кота выгоняют из дома, и конец. Фабула сама по себе смешная, и она усилена реалистичной игрой главных героев. Между ними нет диалогов, да и он вообще не нужен. Всё выражено в ситуациях и характерах. Продюсер анимационного подразделения Фред Куимби сначала не придавал значения дебюту Барберы и Ханны, и считал, что лучше бы им заниматься другими проектами на студии. Но вскоре данный короткий метр вызвал фурор в кинотеатрах. И слава богу, тут приходит письмо от крупного дистрибьютора из самого Техаса, где нас спрашивают, когда мы их порадуем новым замечательным мультфильмом, прокатаемыш. Мало того, что Куимби дал этому проекту зелёный свет с трансформацией в новый анимационный цикл, так ещё и эта короткометражка стала кандидатом 13-й премии Оскара в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». К сожалению, этот эпизод не получил заветную статую откуп, но сама номинация открыла им возможность и дальше номинироваться на премию Оскар. И побеждать! Год спустя, после успеха фильма «Кот получает пинка», работы продолжились с новыми силами. Освободившись от других проектов, команда аниматоров Уильяма Ханны и Джозефа Барберы приступила к новым эпизодам. Благодаря проведённому конкурсу внутри студии, в котором победил аниматор Джон Карр, главные герои получили свои знакомые нам имена. Кстати о них. Они отсылают нас к героям произведения Пирса Игана «Жизнь в Лондоне», ну а в анимации эти же имена ранее также носили герои мультфильмов в студии Ван Бёррена. Полуночная трапеза повторила гэги и трюки предыдущей серии. Ночь перед Рождеством, выпущенная в рождественские праздники, показала взаимоотношения между Томом и Джерри, которые в финале поладили между собой. Она же стала второй картиной, представленной на соискании Оскара. Но первым коротким метром из этого цикла, одержавшим победу на этой кинопремии, стал одиннадцатый эпизод 1943 года «Мышонок Ваякер». В этом эпизоде создатели решили обыграть многочисленные отсылки к технологиям Второй мировой войны, сделанных из обычных бытовых вещей. Даже были пародия на фразы и военные комьюнике, как, например, «Присылайте больше котов». Она является отсылкой к сообщению американского командира во время битвы при Уэйке. «Присылайте больше епошек». Вскоре после «Мышонка Ваякера» эпизоды Тома и Джерри стали получать статуэтки кинопремии «Оскар» три года подряд и далее с перерывами. «Кошачий концерт» показывает Тома в роли пианиста-виртуоза, и при создании этого эпизода аниматоры изучали игру «Скота Бралина пианино», чтобы правильно передать движение пальцев. По комизму и музыкальности этот эпизод может считаться подлинным шедевром во всех отношениях. Сам мистер Брэдли занимал должность композитора на студии и писал музыкальные темы для многих кинокартин МГМ, включая мультфильмы дуэтов Хармона Айзенга, Ханна Барберы и Текса Эвери. А последним эпизодом, который получил «Оскар», стал «Мышонок Иоганн», показанный в 1953 году. В этой серии, где действия перенесли из штатов в дом Иоганна Штрауса, для того, чтобы поймать мышонка, Тома пришлось изучать игру на фортепиано. Ведь когда сам композитор начинал играть, из норки выходил Джерри и начинал танцевать под его музыку. И вот в самом конце эпизода авторы как будто решили немножко так подшутить над зрителями. Поначалу кажется, что всё закончится хэппи-эндом по окончанию концерта в Королевском дворце, но... Всё началось сначала. Из 13 номинаций с 1941 по 1954 год команда создателей получила 7 стуэток Оскара. Причём столько же Уолт Диснея собрал за одну «Милоснежку». Да-да, Ханна и Барбера потеснили главного американского худесника анимации. И такое бывает, ребят. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Что поспособствовало успеху короткометражек? Начну, пожалуй, с режиссуры, рисовки и сценария. По воспоминаниям Ирвина Спенсера, Билл и Джо планировали всё до мелочей. Один разрабатывал раскадровку, которая выглядела фактически как готовый мультипликат, а второй занимался таймингом, перед тем как дальнейшую работу передать аниматорам. Каждая сцена обсуждалась и обыгрывалась ими. Движения персонажей казались преувеличенными, но это было как раз то, что нужно в анимации. И так как режиссёры знали, чего они хотели, и разрабатывали действия точно и подробно, аниматорам временами приходилось по 3-4 раза переделывать сцены. Всё ради нужного выражения и правильного темпа эпизода. Ах да, чуть не забыл, все крики Тома были озвучены Биллом Ханной. Первые эпизоды имели избыток в детализации, в частности над прорисовкой Тома. Влияние стиля Хармона и Айзенга заметно, но потом темпы в столовании, действий, а также гэги и рисовка стали постепенно изменяться. Одним из таких нововведений стало появление на студии Фредерика Текса Эйвери, человека-оркестра анимации, пришедшего в 42-м году из Warner Brothers. В его картинах присутствовал абсурд, безумие и бешеный темп повествований со всеми вытекающими каламбурами, взрослыми шутками и гэгами. И это только раззадорило Барберу и Ханну, и им приходилось соревноваться своими работами. Можно сказать, что всеми многочисленными интернет-мемами с Томом в различных позах мы обязаны именно влиянию Текса Эйвери. В дальнейших эпизодах Том становился антропоморфнее, некоторые изменения в насилие и для Джерри. А в следующих эпизодах стали появляться новые герои. Спайк и Тайк, мышонок Нибблс, дворовые коты во главе с Бутчим и прочие персы. Ну а теперь о музыке. Скотт Брэдли был достойным партнером и композитором при создании кино и анимации. Он умудрялся приспособить систему своей музыки для драматургии и характера одушевления. И так же, как и Карл Столлинг, имел доступ к большой фанатике мелодии из фильмов. В Томе и Джерри его музыка как раз была к месту. А когда темп повествования становился энергичнее, то его сочинения добавляли музыке о сроумии и живости. На протяжении более 20 лет Брэдли сочинял оригинальную музыку к каждому произведению, и его вклад в мероприятие воистину впечатляет. И пускай не каждый эпизод можно было назвать шедевром, а часть из них переиздавались в синемоскопе и есть же какие-нибудь отрывки появлялись в некоторых сериях. Все это приносило солидный доход студии и номинации на том же Оскаре. Дальше последовали съемки игровых эпизодов в фильмах «Поднять якоря» и «Опасно, когда мокро». Я не буду рассказывать, как происходили съемки, лучше советую вам перейти по подсказке к отдельному ролику. Том и Джерри, что осталось на кассете. Там вы узнаете, какие были бонусы и как производилась съемка этих эпизодов. Поверьте мне, вы узнаете много чего интересного. Ну если вы не видели, разумеется. Но в 1950-е годы затраты на производство новых эпизодов стали постепенно превышать прибыль. Впоследствии произошли сокращения бюджетов. В то же время развивалась телевидение. А МГМ была не готова к его восхождению и показывала свои мультфильмы в основном в кинотеатрах перед показом художественных картин. Так что сериал постепенно сворачивали. Несмотря на солидную выручку за показы и повторы. Перед закрытием анимационного подразделения Билл и Джо возглавили продюсерский отдел, когда в 1955 году этот пост покинул Фред Куимби. А через два года спустя после закрытия они с главой ушли на телевидение со своей одноименной студией Ханна Барбера вместе с командой аниматоров, которые 17 лет работали над Томом и Джерри, выпустив 116 серий. Новая студия, расположившаяся в том же Лос-Анджелесе, прославилась своими мультсериалами для телевидения. Внутри студии появились Флинстоуны, Скуби-Ду, Мишки-Йоги и прочие проекты. И всё это благодаря Тому и Джерри. Но по сравнению с их дебютом, телевизионная анимация имела множество проблем в то время. В частности, небольшие бюджеты, работая по принципу «лимитированные анимации». Создателям поначалу приходилось компенсировать свою визуальную бедность комедийными сценариями, но потом все эти благие порывы стали сходить на нет из-за производственных планов. Ну а что до самого их первенца? Начался переход из рук в руки. Так в 60-е годы появились серии от Джины Дэйча и Чака Джонса. И с 1975 года эта парочка переехала на телевидение. А в конце 20-го века открыла ящик Пандоры с полными метрами. В общем, как и любая другая франшиза, анимационный цикл про Тома и Джерри стал переживать взлеты и падения. А хотите ли вы увидеть продолжение? Напишите об этом в комментариях, я с удовольствием прочту. А на сегодня у меня это всё. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. Вот такие дела. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok